Всем привет, уважаемые друзья! Вы на канале Слават Юнайтед, и мы продолжаем следить за нововведениями Football Manager 2021. Так как анонсы выходят в основном на канале Football Manager и на английском языке, для вас специально буду рассказывать вкратце все то, что здесь происходило. Ну как вкратце? Не просто рассказывать, но еще и как-то анализировать, пояснять для людей. И вот вышел пятиминутный ролик с вот таким вот товарищем, который очень активно рассказывал нам, что нового будет в футбольном менеджере в этом году. И рассказал, что четыре такие главные вещи будут, которые прям реально вот улучшили, прям improve, прям вот все супер, все классно. Ну и самое первое, о чем он рассказал, это инновационное общение с игроками, с тренерами и со всеми прочими участниками. То есть общения будет много, переработана система, там если раньше у нас было страстно, уверенно, осторожно говорить или спокойно, то теперь язык жестов все это заменил. То есть мы можем там какими-то жестами игрокам что-то показывать, они будут совсем по-другому реагировать, и мы как-то вот на весь игровой процесс можем влиять с помощью жестов. Окей, я много раз говорил о том, что хочу реально, чтобы общение было продвинутым, потому что в реальном футболе не только тактика там решает, но и то, как ты строишь отношения с игроками. Кто-то говорит, это превращает игру в Sims. Я не согласен, потому что футбольный менеджер, он как раз-таки не может существовать без игроков, в отрыве от игроков, там, тренерского штаба и так далее. Нужно много общения, это правильно, потому что общение это инструмент к улучшению игры. Это правда. Другое дело, изменили ли здесь просто интерфейс, а суть осталась прежней, или они реально сделали так, что теперь от этого общения будет какой-то толк. То есть если вы там будете таким дружелюбным, к вам игроки будут идти с большей охотой, например, другие игроки своим друзьям там расскажут, что, о, этот тренер классный, классный мужик, с ним можно перетереть после матча, там, и так далее. И поэтому, ну вот как, например, была история с Александром Зинченко, который выбрал не Дортмундскую Боруссию, которая предлагала даже Уфе больше денег и больше зарплату Зинченко, а выбрал Манчестер-Сити, который предлагал запас, но там был Гвардиола, и поэтому Зинченко пошел к Гвардиоле, к менеджер. Не знаю, что будет здесь. По анонсу будет быстрое общение с игроками, и будет что-то более полное, где можно там будет выбирать. Но видно, что, конечно, вариантов стало больше. Там всякие вот эти жесты, типа, тепло улыбнуться, могут в конечном итоге надоесть. И если это будет такой же карикатурной вещью, как, например, ну, точнее, не карикатурной, неправильно сказал, декоративной. Такой же декоративной вещью, как предматчевые, вот эти вот, не разборы, а анализ, предматчевый анализ, который появился там с 19-го ФМа, и который никак не влияет на то, что происходит у вас на поле, то, ну, это будет как-то херово. Если это реализуют реально хорошо, это прям крутое нововведение, это крутейшее нововведение. И это супер, если это будет как-то реально работать, если мы как-то реально будем получать плюшки от общения с игроками, и у вас там будет лучше расти взаимопонимание, у вас команда превратится в настоящую машину, потому что вы в ней каждый винтик контролируете, и все выглядит, ну, просто мега невероятно круто. Тогда, да, безусловно, это будет отличным нововведением. Ну, в общем, задумка интересная. За первое нововведение из четырех, о которых рассказывается в этом видео, мы ставим плюс. Ну, по части общения еще хочется добавить, что изменилась концепция пресс-конференции, да, ну, как изменилась? Изменился просто экран, и вам будут говорить, вот, мы переработали пресс-конференции, но по-прежнему у нас есть два позитивных варианта, один нейтральный вариант и два негативных варианта, по сути. То есть, это просто немножко видоизменили. Я здесь не вижу чего-то мега невероятного. Ну, и тоже, вот, там, короче, растянутые руки, теплая улыбка, какой-то грозящий палец и удар по столу. Ну, елки-палки. Понятно, что там раньше просто было, там, утвердительно сказать, спокойно сказать, осторожно сказать и так далее. Теперь, ну, добавляются к этому какие-то жесты. Но суть дела это, вот, потому что я вижу, да, не сильно меняет. Да, у нас, может быть, добавят три новых вопроса, но я что-то сомневаюсь, что это прямо мега как-то переработают. Если будет такой момент, что, например, на пресс-конференции мы что-то скажем, а потом с нами захочет поговорить игрок, мол, тренер, а почему вы сказали вот так и так на пресс-конференции? Почему вы сказали вот это, а не вот то? Почему вы сказали там, что Вася Пупкин сыграл плохо, например? То есть вот такие вот моменты. Я не знаю, как они будут реализованы. Если это будет реализовано и прямо общение, оно будет сопровождать каждый день менеджера, это многие скажут, типа, скучно, херня, и так не должно быть. Я уверен, что так должно быть, потому что каждый день тренер много общается, много работает. И вот в этом как раз роль менеджера. Называть это превращением в Sims я не стану. Это приблизит игру к реальности. Но пока вот по тем скриншотам и тому, что было показано в этом видео, я вижу, что, блин, это все примерно то же самое. Но, тем не менее, надеюсь, что все-таки, ну, какие-то проблески есть. То есть я бы, вот, если вы, допустим, не играли 20-ю часть, я вам однозначно рекомендую 21-ю. Если вы там 19-ю играли, 20-ю не играли, хотите поиграть, берите. Берите, тем более по ссылке в описании. В принципе, это можно сделать достаточно выгодно. 2200, конечно, в стиме платить не вариант, но за 1600 по промокоду SlotUnited, по ссылке в описании, взять, ну, можно. Можно. Следующий момент, который Sports Interactive полностью переработал, по их заверениям, это подготовка к матчу. Типа у нас перед матчем теперь люди будут нам давать кучу полезных и ценных советов. Ну, то есть вот перед игрой непосредственно там у нас появляются такие, такая встреча с тренерским штабом. То есть у нас каждый раз перед игрой будут тактические советы от тренеров. Другое дело, ну, вещь-то вроде бы нормальная, да? Но другой вопрос в том, что это будут за советы. Потому что, как правило, тренеры советуют, ну, полную хрень. И ты понимаешь, что и во время матча советы тренерского штаба, и перед игрой, там, типа, а вот давайте будем делать вот так. И ты принимаешь какую-то вещь, которая полностью разрушает твою тактическую схему. Полностью разрушает именно суть твоей тактики. Суть твоей тактики, допустим, в интенсивном прессинге, а тебе тренер говорит, слушайте, ну, следующий матч у нас очень сильный соперник, мы интенсивно прессинговать не сможем. Ну, вернее, как, он не скажет так, что мы отказываемся от прессинга. Он скажет, ну, давайте мы не в два форварда будем играть, а в одного форварда, а другого игрока поставим в опорную зону. Окей, но у тебя разрушится полностью концепция прессинга, и тебе нужна будет совершенно другая тактика. Вот в чем проблема. И тренерский штаб, ну, в прошлых частях, он был невероятно тупой, потому что он не понимал, что надо там использовать другую расстановку, например, да? Вот у тебя две тактики, атакующая и оборонительная. И тебе тренерский штаб не говорил, используй вот оборонительную тактику. И в ней сделай вот какие-то корректировки. Такого не было. Он говорил просто вот по умолчанию, какая тактика выбрана сейчас за основную, вот он к ней советовал, типа, а вот здесь мы отойдем назад, а вот здесь мы там будем играть уже, шире и так далее. И у тебя в голове каша, и ты не понимал, зачем нужны вот эти предматчевые инструктажи, потому что от них толку было ноль. И вот вопрос, сейчас боты поумнели или нет, к сожалению, такой информации нам не представили. Нам просто сказали, что вот давай совет, и вот совет там, давайте будем делать вот то, нужно там делать это. Ну, в принципе, такие же советы раздавали представители тренерского штаба и в прошлых частях. Там было такое, что они говорили, нужно пожестче сыграть с этим, нужно сделать то, нужно сделать это. То есть сказать, что это новинка, ну вот новинка только разве что, опять же, с позиции оформления, потому что ничего кардинально нового я здесь не увидел. Третий момент – день матча. День матча полностью поменяли, они так гордятся тем, что полностью поменяли картинку во время матча, то есть графику счета. Вот теперь у нас здесь расположены наши игроки внизу, типа это удобно, здесь все стало. Ну, это не нововведение, это просто декорация, опять-таки. Сменили декорацию, люди ждали, что будет новый движок, люди ждали, что там кардинально что-то улучшат. Не знаю. Ну, по трейлеру, конечно, судить сложно, но, как по мне, так, в принципе, ничего такого. Ну, видите, как нам говорят, что интерфейс матча был модернизирован и создан с нуля. Создан с нуля, я не знаю, ну окей, вы просто поменяли менюшки местами, да, и это называется создан с нуля. Теперь на экране будет происходить больше событий, нам говорят, и вы сможете полноценно наблюдать за игрой. То есть, до этого мы наблюдали за игрой неполноценно, вот предыдущей части FM. Улучшенные модели игроков нам пообещали. Ну, вот я, глядя на вот это, вот, конечно, не могу сказать, что они улучшенные. Это надо самому запускать игру и смотреть, потому что здесь, понятное дело, не все так отображается. Ну, возможно, возможно, какие-то детали были улучшены. Ну, и в Sports Interactive написано, что расскажет нам, типа, продвинутая система анимации и освещения. Я не знаю, насколько здесь все продвинуто, все круто стало, но в раннем доступе уже как-то немножко затестим. Но пока я, честно, не скажу, что здесь что-то стало прямо вау, прямо вот кардинально другая игра, кардинально что-то другое. Далее нам товарищ говорит о том, что после матча мы увидим реакцию СМИ и прессы. Ну, это то же самое, этот твиттер, он уже был, он уже достаточно давно введен. Реакция прессы тоже она была. Ну, просто, типа, после матча нам будут этот экранчик выводить. Спасибо большое, но на самом деле из новшеств разница, что вот как раз продвинутая статистика XG. Ну, и опять же, мы надеемся, что этот XG, он будет адекватен, то есть он будет соответствовать тому, что было. Поэтому, ну, будем надеяться, что XG им удалось сделать. Это хорошее нововведение, правда. Вот по поводу XG и продвинутой статистики это хорошо. Просто надеемся на чуть более, что ли, ну, так скажем, влияние, чуть большее влияние какой-то аналитики и тактики на игру. Вернее, аналитики на тактику. Вот, то есть, зная о том, какие слабые стороны у соперника, ну, допустим, соперник плохо играет флангами. Ты ставишь своим игрокам задание играть флангами, и они реально играют флангами. Вот я это хочу видеть. Просто иногда бывает так, что ты даешь игрокам указание играть флангами, они как пасовали, попытались через центр пройти, так и продолжают это делать. То есть вот эти моменты, конечно, нужно улучшать и развивать. Далее нам рассказал товарищ абсолютно новую систему рекрутинга. Вот это вот четвертое нововведение. Это рекрутинг, абсолютно новая система. Типа трансферы теперь будут обсуждать все вместе. Менеджинг-директор, директор по футбольным операциям, помощник менеджера, главный скаут. И вот они вместе будут нам определять, каких игроков подписывать на какие позиции. Окей. Но, в принципе, в принципе, любой эфемер более-менее продвинутый, он совершает трансферы сам. То есть, глядя на игроков, он их изучает, используя данные скаутов, он понимает, что этот игрок хорош, я его подписываю. Тот игрок плохой, я его не подписываю. Вот все. А сейчас нам, судя по всему, сделали какую-то очередную говорильню, типа, будет куча вот такого вот всего, но это никак не повлияет на игровой процесс. Я уже много лет говорю о том, что да, у нас есть, например, позиции спортивного директора, директора по арендам. И каждый год нам плодят кучу новых должностей, типа технического директора. И фишка в том, что эти все вещи, главные аналитики, директора разного рода, они используются. От них толку чуть. То есть, если вы хотите просрать пару тысяч из бюджета клуба, наймите себе вот этих бездельников. У вас ничего не изменится в игре, но они просто будут получать деньги. Вот все. А топовые эфемеры, ну, конечно, скауты нужны, потому что они разведывают игроков. Если вы не дилетант и играете как нормальный человек со скрытыми характеристиками, скауты вам нужны, они разведывают, они дают вам данные о игроках, знания о мире и так далее. Ну, вот, например, спортивный директор. Он же не нужен совсем. Зачем он нужен? Ну, если только там в быстрой игре он вам сразу накидает кандидатуру. Но, как я это вижу, спортивный директор должен давать реальные плюшки игроку. То есть, если я сам провожу трансфер, я его провожу за, там, 50 миллионов, условно. Но, если у меня крутой спортивный директор с ведением переговоров 20, он эту цену собьет, там, на 10%, условно. И не за 50 миллионов, а за 45 мне согласятся продать игрока. Вот тогда в спортивном директоре будет реально плюс. И будет реально заинтересованность битва за спортдиров, у которых, там, 20 ведений переговоров. Вот это да. И люди будут понимать, блин, классный спортивный директор. Экономит на контрактах, экономит на трансферах. И это супер круто. И можно, там, этому спортивному директору все поручать, там, продление и так далее. И он будет это делать прекрасно. Все. Вопрос в том, что сейчас спортивный директор, например, это абсолютно карикатурная должность. И здесь мы видим, что у нас, там, будут какие-то обсуждения, чего-то там. Ну, скорее всего, это все тоже будет очень декоративно. Раздавать новые поручения скаутам. Я раздавать новые поручения скаутам могу и сейчас, в принципе. То есть, ну, как-то, как-то это все уже есть. Скауты будут искать, там, центральный полузащитник. Игроки с таким-то уровнем, с такими-то, там, способностями, с такими-то важными статами, с ключевыми пасами. Ну, типа, искать хороших игроков с большим количеством ключевых пасов и так далее. Ну, и там, не знаю, конечно, как. Может быть, мне эта система понравится. Но говорить о том, что это супер-пупер нововведение, конечно же, нельзя. Но, друзья, далее нам вообще очень смешную вещь человек затирает. Он говорит о том, что у нас будет инновационное завершение сезона. И это инновационное завершение сезона заключается в показе вот этой картиночки, как я понял. И, типа, просто расслабьтесь и почивайте на лаврах, смотря вот на этот экран. Ну, ребята, это смешно. Это не нововведение. Это просто, просто экран. Мы сделали новый экран. Круто, круто. У вас будет после каждого сезона вот такая там личка вылазит с названием вашего клуба и окончание сезона. Там, обзор сезона. Но, конечно, есть феерическое нововведение. Вот так теперь будет выглядеть вот этот вот киоск, как мы его называли, киоск, ларек, да, в который игроки забирались с кубком. Теперь он будет выглядеть более продвинуто. Судьи вот здесь вот у вас соберутся. Вы здесь будете стоять. Или там какие-то представители вашего штаба. Вот суперкубок будет написано. И потом бабах, просто рок-концерт. Рамштайн приехал. Кайфуйте, ребята. Конфетти полетело. Ликующие победители. Яркие трибуны и пушки с конфетти. Ребят, целый год Sports Interactive разрабатывал вот это. Вот это может сделать школьник там в каком-то авторэффекте или в премьере, там, я не знаю, в примитивных инструментах работы с 3D-графикой. Вот это вот он может сделать. Здесь это выдали за новшество. Типа, у нас теперь будут пушки с конфетти. А? Раньше был просто ларек. А теперь у нас будет ларек, окруженный пушками с конфетти. А? Ну-ка, выкладывайте свои деньги. Покупайте нашу игру. Теперь у нас будет вот это. Ну, просто я бы постеснялся вот это вот называть headline feature. То есть, такой хедлайновой вещью, которую они сделали. Мы сделали пушки с конфетти. Ребята, покупайте это. Вот это вы ждали. Вот ради этого, конечно, вы все пойдете купить игру. Есть зерно интересное, интересное вот в этом видео. Да, мне понравилась идея с общением. Это правильно, это нужно развивать. Нужно вот эти вот всех, все вот эти должности до этого бывшие бесполезными, как-то сделать полезными. И я предлагаю, чтобы они реально удешевляли там игроков, контракты игроков и так далее. Вот это было бы супер круто. Вот это общение бы, оно бы еще влияло на сыгранность футболистов. Чтобы кто-то ссорился друг с другом, кто-то мирился. В тренерском штабе тоже нужны какие-то подвижки. То есть, например, тренеры, они же тоже растут. И они тоже не хотят там быть вторыми тренерами вечно. То есть, кто-то мог сказать, типа, я вот хочу быть там другим тренером в другой команде. Мне там предложили больше. Ну, такое было, в принципе, в прошлых часах. Типа, переманивали тренеров из одной команды в другую. Но они как-то все молча уходили. А тут, ну, вот хочется, чтобы они конкурировали между собой, как-то ладили или наоборот ссорились. И если весь тренерский штаб работает как единое целое, да, к примеру, у них растут показатели. И они тренируют лучше. Вот, чтобы вот эти все, так скажем, декоративные элементы в итоге приводили к работе полноценной. И то есть, к тому, что мы видели, что команда у нас играет лучше. Почему? Потому что у нас тренерский штаб хороший. Потому что они друг с другом ладят. Игрокам это передается. Игроки тоже друг с другом ладят. У нас позитивная обстановка в команде. И все работает отлично. Вот, это было бы здорово. Это было бы замечательно. Но, конечно, то, что нам сейчас показали, это, ну, такое. Ну, такое. Ну, можно сказать, полторы фичи какие-то реально классные, реально понравились. Может быть, что-то сделают с 3D-движком. Мы еще в это верим. Ну, и, конечно, очень хотелось бы добавить, ну, простые какие-то вещи. Типа игры за реально существующих менеджеров. Ну, что мешает реально вот просто сделать возможность поиграть там за Юргена Клопа, например. Это выбрать любого менеджера под свой контроль. В чем проблема? Не знаю. Спортс Интерактив либо додуматься до этого не может. Либо, может быть, какие-то есть у них ограничения. Может быть, типа, надо своего создавать менеджера. Не знаю. В принципе, это было бы простое, легкое нововведение. Но многие бы очень оценили. Потому что мне, например, хочется вот отыгрывать роль Доменика Тодеско в Спартаке. Почему я не могу этого сделать? Почему мне надо создавать своего какого-то тренера? Я не могу играть за существующего. Непонятно. Но в любом случае, такие дела. Если вы со мной согласны, ставьте палец вверх. Если не согласны, пишите в комментариях, что именно. Может быть, вы посмотрели тоже это видео, обнаружили что-то, что я пропустил. Давайте обсуждать, давайте общаться. Если не подписаны на канал, подписывайтесь. Ну и, конечно, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка на нее под видео. Там же ссылка на Twitch-канал, где мы частенько проводим стримы. Ну и, конечно, не знаю, можете на Instagram подписаться. Можете купить FM со скидкой. Также по ссылке под видео. В общем, там много всего интересного. Всем спасибо. Всего вам самого доброго, удачи. И пока-пока-пока. Пока.